Спасибо большое за приглашение. Вот я скажу несколько слов о себе. Я из Франции, но у меня бабушка и дедушка из Санкт-Петербурга, которые в свое время уехали в Париж в 2020 году. У меня дедушка еще из Грузии, из Тбилиси, который в 2020 году сбежал в Париж тоже. И бабушка француженка. Я сам закончил юридический факультет в Париже еще давно, и я потом работал адвокатом несколько лет в Париже, в Страсбурге. В Страсбурге это не в Германии, а во Франции. И я переехал в Финляндии 20 лет назад. Я жил в Финляндии 18 лет. А я работаю сейчас в Москве уже 5 лет. Я преподаю нравственное лидерство. Как я к этому пришел? Это очень простая история, на самом деле. Когда я жил в Финляндии, в начале работал адвокатом, и однажды мой друг меня пригласил читать курс-лекция об истории европейской интеграции в Хельсинском университете. Я посвящал очень много времени истории Европейского Союза. Я говорю много об основателях Евросоюза. Может, вы знаете об этих великих людей, как Роберт Шуман, Альчиде Дегаспери, Конрад Аденауэр, Жон Монет, основатели АЦИ, основатели Евросоюза. Евросоюз тогда был совсем не то, что это сейчас. Так что не думайте, что я поддерживаю эту идею. Я поддерживаю то, что было в начале. Да, это точно поддерживаю. То, что сейчас, не обязательно поддерживаю. Ну вот, Евросоюз, очень интересный процесс. Я говорю об основателях. Я заметил, что мои студенты интересуются людьми гораздо больше, чем правом. Вот, признание. И тогда я понял, что они стали задавать вопросы, очень интересные, о том, как можно стать таким человеком. Скажем, Жон Монет, Роберт Шуман. Что надо делать для того, чтобы стать таким человеком. Тогда я понял, что университет, в принципе, не занимается своим делом. Университет дает людям обычную информацию, то есть но-хау. Университет готовит менеджеров, специалистов. Но университет очень редко занимается образованием, то есть формированием личности. И я заметил, что мои студенты как раз интересовались этими глубокими вопросами. Как, что значит работать над собой, что надо делать, что воспитывать в себе характер. Что значит обрести вот эти привычки нравственные, которые позволяют тебе что-то важное делать для себя и для всего общества. И тогда я бросил свою карьеру юриста, и я стал заниматься вот тем, чем сейчас занимаюсь. У меня еще было образование не только юридическое, но и философское. Поэтому я вернулся к своим книгам, к аристотелевской этике. И я там нашел очень много интересного для моей тематики. Я стал писать книгу, свою систему строил. Через пять лет книжка вышла в Нью-Йорке. И она была переведена на многие языки, в том числе сразу на русский, конечно, и на китайский. Значит, то, о чем будем говорить сегодня, коротко, потому что у нас мало времени, это на самом деле не идеология. Это не западная какая-то система. Это на самом деле то, что можно понять везде. Мы о человеческой природе будем говорить. Если китайцы спокойно, без особенных трудностей могли перевести мою книжку на китайский, значит, что то, о чем мы говорим, это вселенское универсальное понятие. Я вам расскажу сейчас историю. И потом мы вместе подумаем, что такое лидерство на основе этой истории. Поскольку я пишу о лидерстве, мне надо искать людей, которые проявили лидерство в своей жизни. И вот я нашел одного интересного человека. Одного интересного человека. Может, вы знаете компанию Мишлен? Это компания, которая производит шины. Это компания номер один. Вот, я уже не помню, как это работает. Помогите мне. А, покажите, вы можете сами это сделать? Покажи мне вот этот, дальше, дальше. Там, вот этот, Франсуа Мишлен. Это очень известная компания, которая сейчас является номер один в сфере шин во всем мире. А я пошел ко Франсуа. Я с ним встретился в центре Франции 4 года назад. Ему сейчас почти 90 лет. Он был директором этой компании 50 лет. А я спросил его, что такое лидерство для вас? А он мне ответил, Алекс, я тебе расскажу историю. Это история моего дедушки, история нашей компании. А ты на основе этой истории поймешь, что такое лидерство. Мой дедушка бизнесмен, Эдуард Мишлен. Настоящий бизнесмен, крупная. Философ, математик, инженер. Совершенная личность. Он основал компанию еще до Первой мировой войны. В один прекрасный день один молодой человек, Мариус Минюль, пришел и постучил вверх нашей компании. И сказал, я хочу работать для вас. Директор по персоналу спросил его, а у тебя есть дипломы? И он ответил мне, я не диплом, потому что я бросил в школу в 15 лет. Но я работал несколько лет в типографии одной компании. Так что я, в принципе, типографским делом занимаюсь. Тогда директор по персоналу подумал немножко, интересный парень, молодой, нашел ему место в типографии компании. Я думаю, что компания выпускала журнал раз в неделю, раз в месяц. И он стал там работать. Но когда Эдуард Мишлен, генеральный директор этой компании, узнал о том, что была такая история с этим человеком, он сразу сделал трубку и позвонил директору по персоналу, и он сказал ему, ты идёт, ты идёт, ты этого человека не знаешь, а ты послал его туда, то есть на место, где, в принципе, нечего интересного или творческого делать. Этот человек не знает себя самого, ты не знаешь его, я не знаю его. Надо найти для него другое место, надо посмотреть, кто он. Помни всегда, надо разбить камень, чтобы открыть алмаз, который в нём скрывается. Разбить человека. Пошли ли его в коммерческое отделение? Его послали в коммерческое отделение. Этот человек, который с цифрами плохо было, потому что у него не было никакой математики, как у студентов этого института, у него не было математики, ни физики. И Мишлен заметил, что он спустился, чтобы познакомиться с людьми, и он заметил, что на столе у этого человека определённо, ну, предмет вроде логарифмической линейки. Он посмотрел на этот предмет, потому что вот этот человек наш, который, Мариус Миниор, который там работал, он должен был покупать и продавать, и он изобрёл предмет простой для того, чтобы очень быстро конвертировать валюты. Человек без математики. И Эдуард Мишлен посмотрел на этот предмет на его столе, и он воскликнул. Этот человек гений. Он не должен здесь работать. Послать его сразу в отдел исследований. Проблема тогда была очень простая. Машины ездили все быстрее, ехали все быстрее и быстрее, но шины согревались так много, что было очень опасно для клиентов, для водителей. А никто не понимал тогда, как остановить процесс согревания шин при высоких скоростях. Никто не понимал. И вот эти люди, инженеры, которые там работали в отделе исследований, это выпускники самой престижной французской школы, Эколе Политехнического института. Люди с кривами, с математикой, с логическим мышлением на высшем уровне. И вот появился этот Мариус Минюль без математики, без кривых, без логического мышления, только интуиция, глубокая, страсть к шинам и способность к наблюдению и созерцанию. И вот через несколько лет этот человек понял, он понял, что надо делать, чтобы восстановить этот процесс согревания шин. Надо вкладывать в шину, в шины надо вкладывать металлические кабели радиальные. Он изобрел радиальную шину. Это радиальное изобретение изменило на самом деле всю промышленность шин во всем мире. И эта компания со временем стала номером один на рынке. Вот история, которую мне рассказал Эдуард, не Эдуард, потому что с Эдуардом не мог встретиться, но с его, с внуком, с Франсуа. И Франсуа мне говорит так, видишь, на основе этой истории ты понимаешь, что такое лидерство для нас. Лидерство довольно простое дело. У нас один человек, Мариус Минюль. Человек, который, он гений, но он не знает, что он гений. Никто не знает. Его мама никогда не говорила ему, что ты гений. Его отец никогда не говорил ему, что ты гений. Человек, который сам не знает, что он гений, встречается с другим человеком, с боссом. А его босс, он не только босс. Его босс, он его коч. Его босс, он его отец, он его преподаватель. Его босс ищет талантов в людях. Его босс хочет творчества, он хочет помогать человеку стать самим собой. Он хочет помогать каждому человеку в организации проявить свои качества, познать себя хорошо, прежде всего, познать себя хорошо. Он ищет место для каждого человека в компании, чтобы каждый человек был на своем месте. Мариус Миньоль всегда был на коленях перед Эдуардом, потому что он понимал, без Эдуарда я не существую, я никто, в моей жизни нет смысла. Эдуард, он мой преподаватель, он мой босс, он мой коучинг, он мой коуч, он человек, благодаря которому я мог найти смысл в своей жизни, узнать свой талант, умножить свой талант, понимаете, и ставить свой талант на службу всему обществу, всей организации, всему миру. Я нашел смысл в своей жизни, я не зря жил. У вас здесь, понимаете, здесь, по-моему, есть два качества, которые постоянно в лидерстве. Первое – величие, второе – служение. Если нету величия, нет лидерства. Если нет служения другому человеку, нет лидерства. Есть величие, потому что Мишлен – человек, который мечтает о талантах. Он мечтает о талантах. Он ищет талантов в людях. Он хочет, чтобы люди… Он ставит высокие цели людям и ставит себе самому высокие цели в жизни. Он мечтает. У него глубокое чувство миссии, чувство призвания, чувство таланта. У него очень высокое представление о том, что такое человек. Прежде всего, лидерство невозможно, если у тебя нет высокого представления о том, что такое человек. Если я смотрю на тебя и в тебя я вижу просто животного или растения, мое лидерство будет чистым манипулированием. Я никогда не буду думать о том, чтобы узнать, какой твой талант, чтобы помочь тебе реализоваться в жизни. Это меня неинтересно. Так что есть не меньше 50 определений лидерства. А почему? Это потому, что лидерство – это не как математика. Это не точно наука. Это потому, что это гуманитарная сфера. Это потому, что все зависит от того, как ты смотришь на человека. Если у тебя есть очень высокое представление о человеческой жизни и о том, что такое человек, ты понимаешь достоинство человеческой личности, ты понимаешь, что человек – это духовное существо, а не просто материальное, но тогда ты будешь понимать, что такое лидерство. И надо любить человека. Если нет человека любви, простого, обыкновенного, невозможно на самом деле быть лидером. Аристотель говорит, что есть такая добродетель, мегалопсихия на греческом. По-русски это великодушие. Совсем не то, что мы сейчас понимаем под великодушием. Это не щедрость, это не милосердие. Великодушие для Аристотеля – это стремление ума, сердца и воли к великому. Для него великодушный человек – это человек, который считает себя достойным великого. У Аристотеля есть два элемента великодушия. Элемент достоинства и элемент величия. Если этого нету, нет великодушия. И для него микроскопический человек, или так сказать по-гречески это будет микропсихический человек, микропсихический человек – это малодушный человек, это не человек без мужества, Это просто маленький человек. Человек, у которого нет смысла, нет понимания того, что он человек. Он не понимает все достоинства, всю красоту человеческого призвания. И поэтому он не мечтает. У него нет чувства миссии в жизни, нет чувства призвания. Он не ставит себе высокие цели, никому не ставит высокие цели в жизни. И он не интересуется своим талантом, потому что он думает, что вообще у него нет никакого таланта. И он отказывается от своей ответственности перед другими людьми, перед Богом, перед обществом. Вот что такое малодушие. Малодушие — это не отсутствие мужества или смелости, это внутренний мир человека. И великодушие — это то же самое, это нравственное качество, это нравственная привычка, говорит Аристотель. Поэтому никто не рождается великодушным. Люди обычно рождаются малодушными, и великодушие воспитывается. Воспитывается как? Студенты часто спрашивают, а как это сделать? Надо проводить очень много времени с великодушными людьми. Чтобы понять, что такое великодушие, надо жить с ними, надо смотреть на них, надо наблюдать их, надо читать хорошие книги, надо слушать хорошую музыку. Великодушие связано с эстетикой, конечно, с эстетикой. Есть музыка для великодушных, есть музыка для малодушных. А Рис Платон об этом говорил очень точно. Только через созерцание красоты, то есть созерцание красоты окрыляет человека, чтобы он мог подняться выше самого себя. То есть великодушие – это привычка характера, который скрывается на самом деле, который стоит или лежит за величием. Понимаете? Величие – это не то, что Гитлер сделал, это не то, что Сталин сделал. То, что они сделали, это, можно сказать, это огромное веще. Когда ты смотришь на канцлайер, ты можешь говорить, это огромное дело, это большое дело. Но никто из нас не скажет, это великое дело. Потому что здесь никакого великодушия нету. Здесь, можно так сказать, мегаломания. Мегаломания. А мегаломания – это не мегалопсихия. Это что-то другое. Так что имейте в виду, что мы говорим нравственное лидерство, потому что качество, привычки, которые лежат за величием и за служением другому человеку – это нравственное качество, которое человек воспитывает в себе. Человек не рождается этими качествами. Человек рождается с определенной биологией, с темпераментом, но без характера. У тебя есть темперамент, биологический темперамент. Есть горячие люди, есть интроверты, есть сангвиники, есть меланхолики. В России очень много меланхоликов. Есть холерики. Это все очень красиво, это очень хорошо. Это не проблема для лидерства. Самые интересные лидеры – это были совсем не холерики. Это были интроверты. Основатель Евросоюза, Роберт Шуман, он был интровертом. Он сделал то, что все экстраверты не могли сделать. Значит, у него что-то еще было, конечно, у него был характер. Характер – это то, что ты строишь на этой биологической сути. Это то, что ты строишь на темпераменте. А характер состоит из добродетелей, из нравственных привычек. Это благоразумие или практическая мудрость. Это мужество, это самообладание и это справедливость. И это еще, как я вам сказал, специфичные качества лидера – это великодушие и смирение. Смирение в смысле служения другому человеку. Благоразумие дает тебе способность принимать верные решения почти всегда. Это практическая мудрость. Это сила. Это сила, которая дает тебе возможность практически всегда принимать верные решения. Мужество дает тебе возможность держаться курса. Держаться курса. Ты принял решение, если честно, воплотить это решение. Самобладание позволяет тебе не подавлять страции и эмоции, но направлять всю эту энергию от жизни, направлять, вложить всю эту энергию в исполнение твоей миссии в жизни. И справедливость помогает тебе взаимодействовать с другими людьми, войти в сердце каждого отделанного человека. Это базовое качество для греков. Это базовое качество. Если одного из этих качеств не хватает, все рушится в жизни человека. Но это еще не лидерство. Это еще не лидерство. Таких людей много, у которых есть эти четыре базовых качества, но еще не лидеры. Человек становится лидером, когда плюс. То есть после того, как он воспитывал в себе эти четыре базовых фундаментальных качества, он строит в себе и воспитывает два особых качества. Это великодушие и смирение. Великодушие – это стремление ума, воли и сердца к великому. Это то, что позволяет тебе делать великое дело. Это понимание вообще человечка, духовности человечка, сердца. Высокое представление об этом. И смирение. Смирение в смысле служения другому человеку. Смирение – это когда ты смотришь на человека, ты видишь в этом человеке что-то особенное. И возникает желание служить этому человеку. И ты служишь на деле. Не на основе желаний, но на деле. То, что сделал Мишлен, это вот как раз то, о чем мы сейчас говорим. Он великодушная личность, потому что у него есть идея величия для себя, для других, для своей компании. Он к этому стремится. И он смирение человек, потому что он хочет служить своим людям. И он служит не потому, что чистит обувь своих людей, а потому, что он их воспитывает. И нет лучшего служения в жизни, чем воспитание человека. И, в конце концов, сейчас закончил. Лидерство, понимаете, все это способ бытия. Быть боссом, быть первым – это не лидерство. Никакого лидерства нету здесь. У нас очень много боссов в жизни, которые никакими лидерами не являются. Точно. А у нас люди без формальной власти, которые являются фантастическими лидерами. Точно. Наши родители часто. Понимаете? На визитке у тебя что написано? Гендир. Да, гендир – это не лидерство. Гендир – это значит, что ты гендир. У тебя формальная власть. Но это не значит, что у тебя есть авторитет. Как и римляне говорят, у тебя есть потестас, чистая власть над людьми. Но вполне возможно, что у тебя нету аукторитас. Аукторитас – это авторитет. Авторитет от характера. Это от характера, это нет должности. Лидерство – это авторитет. Это не от потестаса, это не от чистой власти. Это не должность. Поэтому имейте в виду, не забывайте никогда, лидерство – это для всех. Это способ бытия. Это не должность. Это не функция. Это независимо от того, что ты делаешь в обществе. Вот. Я думаю, сейчас надо закончить, потому что время коротко. Значит, я бы с удовольствием отвечал на ваши вопросы, если есть время. Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, как соотносятся лидерские качества и вера? И может ли лидер быть материалистом? Хороший лидер. Спасибо. Ну, прежде всего, я вам говорю, что с моей точки зрения лидер не может быть материалистом, потому что если я в тебе вижу только материал, зачем тебе служить? Я материал не служу. Я использую материал. Это прежде всего так. Потом вера, любая вера, конечно, религиозное чувство, я бы сказал. Любое религиозное чувство помогает понять, почему я служу человеку. У Достоевского есть такая очень известная фраза. Мы не можем заменять отсутствие Бога, любую к человечеству, потому что умные люди сразу спросят, а почему мне надо служить человечеству? Так что мой опыт не подсказывает, что для того, чтобы понять смысл смирения, здесь нужно, конечно, определенное религиозное чувство. Любое. Любое. У индусов, у христиан, у евреев есть, в принципе, это религиозное чувство, и когда они смотрят на тебя, они что-то особенно видят хорошее, понимаешь? Они Бога каким-то образом видят в тебя, и поэтому они понимают, что служить надо тебе инстинктивно. Это то, что я заметил в лидерстве. Когда в человеке нету этого подхода к человеку, он не понимает, что человек – это сокровище, а это не чисто материал, это не просто растение, тогда, так только тогда он понимает, что значит служить человеку. Да, вы правы. Я никогда не говорю, что можно быть лидером без никакой веры. Я говорю, что, конечно, были люди без веры, которые были хорошими лидерами, но, по крайней мере, у них было очень высокое представление о том, что такое человек. И каким-то образом, неосознанно, они видели в человеке Бога. Может быть, своего Бога, но видели. Поэтому есть, конечно, связь между лидерством и религиозным чувством. Точно. Спасибо. Да, я пришел к этому не сразу. Я видел, что мои студенты ждут меня определенного ответа, и я стал исследовать. Я вернулся к аристотелевской этике. И я понял, что у Платона, у Аристотеля, у Пиндера, у Эсхила есть эти четыре базовых качества. И я стал исследовать, и я заметил, что эти качества, они очень нужны для лидеров. Что лидерство – это действие, и эти качества, они позволяют действовать. Когда у человека нет этих качеств, у него нет действия, он не может принимать решения, он не может держаться курса. Он истощается, он уничтожается. Так что я понял, что это суть лидерства. Не суть, простите, это фундамент лидерства. Но потом я стал думать, я стал исследовать жизнь лидеров в бизнесе, в политике. Я заметил, что у них что-то есть особое. И это не эти четыре. У них, конечно, они практиковали четыре этих качества, как я говорил. Но я заметил, что они еще кое-что практиковали. И мне пришлось, это два года работы, понять, что это такое. Ты понимаешь? И мне пришлось исследовать в Аристотеле что-то такое величие. Это мегалопсихия. Что это такое у него? Как мы по-русски говорим, мегалопсихия. Что это такое? Великая душа. Это для него добродетель. Это привычка, которую ты в себе воспитывал. И вот смирение. Мне пришлось исследовать содержание этого слова. И понять, что смирение – это привычка жить в истине. И что истина гласит, что в тебе есть недостатки и таланты. Если ты смотришь только на твои недостатки, ты не живешь в истине. Поэтому в тебе нет никакого смирения. В тебе мало души. И во имя смирения слишком часто люди говорят, не надо делать ничего. Мы ничего не стоим. Мы ничего не можем делать. И люди отказываются от своей ответственности. Во имя сложного смирения. Но вот правильно, верно, истина, смирение – это истина. А в каждом истинном глазе есть определенное качество. Если ты смотришь только на свои дефекты, недостатки, я тебе говорю, здесь никакого смирения нет. Никакого смирения нет. Так что смирение и великодушие идут рукавом в руку. Это точно. И вот я это понял со временем. Это два года работы. И я думаю, что я нашел. Я думаю, что я нашел идеи лидерства. Есть два аспекта лидерства. Только два. Первый – это великодушие. Второй – это смирение. Это величие и служение. И я думаю, что я завершил свою систему. Можно задать вопрос? Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. И я здесь. Хотела поблагодарить вас за выступление. Очень интересно, вдохновляюще. Вопрос у меня в следующем. Я с детства задумывалась о различии мужского лидерства и женского лидерства. Вот я хотела узнать в ваших исследованиях, в ваших вопросах. Задавались ли вы таким вопросом? Конечно, я думал о этих вещах. Это первое. Можно еще один? Давай потом увернемся. Потому что у меня память очень короткая. Я несли сейчас второй вопрос, я уже не буду понять. Значит, очень важная вещь. Это, конечно, есть биологический аспект в лидерстве. Я вам сказал. Это точно. Есть биологический аспект. И на основе этого аспекта, биологически, мы строим духовность. То есть характер. Я говорю, что лидерство – это вопрос характера. Значит, женщина, мужчина – это вопрос характера, а не биология. Только есть определенная склонность в человеке. Точно. И мы видим сразу биологическая склонность. Если ты интроверт, у тебя склонность к тому, чтобы не высказаться. И у тебя есть определенный страх даже перед действием. Это результат интровертности. Если ты экстраверт, как раз наоборот, у тебя биологическая сила очень мощная. И слишком иногда у тебя будет проблема с самобладанием. Женщина, мужчина. Мой опыт не подсказывает, что в мужестве есть два аспекта. Есть положительный аспект – это смелость. Есть пассивный аспект. Пассивный аспект – это способность держаться курса. Выносливость. Я вижу, что в лидерстве ясно и точно, что женщина, она более способна к выносливости. Это склонность. Это не значит, что она может, она будет выносливой. Нет, это просто определенная биологическая склонность. Мужик более склонен к смелости, то есть к действиям. Точно. Ему легче действовать смело, чем к женщине. Но это не значит, что он будет смелым. Я знаю мужиков, абсолютно не смелых. Вы понимаете, есть определенная, можно так сказать, есть склонность биологическая, которая позволяет тебе, которая дает тебе возможность быстрее освоить добродетели. То есть вызовы на уровне нравственности и духовности, они разные, в основном для мужчин, для женщин. Потому что биология, она каким-то образом направляет тебя в одно направление. Понимаете? Но есть женщины очень смелые, а есть мужики, которые абсолютно не смелые. А есть женщины абсолютно невыносливые, и есть женщины очень выносливые. Это значит, что это просто склонность биологическая. Но склонность еще не привычка. Вы понимаете? Это еще не духовная привычка. Так что здесь нужна работа над собой. Это точно. Да. Потом еще в лидерстве мы видим, что женщина, она более способна к тому, чтобы слушать людей, чтобы практиковать эмпатию, чтобы она более смирена, она более готова помогать. Мужик, у него другая склонность. Он будет тоф. Он готов сурово действовать. Ему нужны результаты сейчас. Так что у него, понимаете, у него другая склонность. Но я знаю мужиков очень приятными в общении. А я знаю женщин совсем неприятными в общении. Так что вот, что это опять же склонность биологическая. Она тебе говорит, какая добродетелька. Она тебе подсказывает, какую добродетельку тебе придется воспитывать в себе. Надо знать себя очень хорошо. Надо знать свою биологию, чтобы понять, как строить духовность, то есть характер на основе темперамента. Для этого надо знать свою биологию довольно хорошо. Вот так. И здесь играет роль, конечно, факт, что женщина это не мужчина. Точно. Уважаемые друзья, я извиняюсь, просто Александр опаздывает. И он к нам приехал, выступил, но он опаздывает на поезд. Поэтому давайте сейчас еще один вопрос. Затем Александр скажет, кто получит книжки за лучшие вопросы. И мы его отпустим с благодарностью за такое вдохновляющее выступление. Вот, молодой человек, вы так активно тянули руку. Ваш вопрос. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Надер. Я хотел вам задать вопрос такого рода. Есть ли определенный возрастной предел, когда можно сказать, что да, человек станет лидером, или наоборот не станет, или же лидерство воспитывается в течение всей жизни человека? Спасибо, это хороший вопрос. Свобода, свобода. Это очень важное слово в лидерстве. Когда смотришь на молодого человека, которому 15 лет, ты еще ничего не можешь говорить о его будущем. Это невозможно. Ничего. Что ты видишь в биологию? Ты видишь темперамент. Есть люди холерики молодые, а люди говорят, ой, такой лидер, таким блестящим лидером он станет. Потом смотришь на него, когда ему 40 лет, он никаким лидером не стал, он не истощался. У него уже больше нет этой врожденной энергии, потому что он не строил в себе этот обродитель, духовность. А зато, довольно часто мы смотрим на людей, им 20, 12, 12, 13 лет, а мы думаем, у них нет энергии для лидерства. А потом смотришь на них, когда им 40 лет, они творят чудеса. Что случилось? Ты не можешь предвидеть. Ты не можешь предвидеть будущее, будущего лидера. Это абсолютно невозможно. Невозможно. Потому что речь идет о человеческой свободе. Люди свободны воспитывать в себе качество, как я говорю, или не воспитывать. И слишком часто люди рассчитывают, особенно холерики, на свой темперамент. И они думают, я врожденный, я рожденный лидер. А такого понятия нет. Через несколько лет у этого человека эта энергия, она непонятно, чем она, что она станет. Понимаешь? Нет, качество, которое я говорю, они как раз, это качество характера. Это не качество темперамента. Ты смотри на Роберт Шуман, на Дарвин Смит, в компании Кимболи Кларк, когда ему было, скажем, 15 лет. Никто бы не сказал, что здесь будущий лидер человечества в сфере бизнеса и политики. Конечно, нет. И вот они стали. Потому что эти люди работают над собой. Очень много. И они строили духовную силу, духовную энергию. И она сильнее, она мощнее, чем биологическая. И биологическая, она нестабильна. Она очень нестабильна. Понимаешь? Это чисто, можно сказать, чисто животная энергия. Так что никто не рождается лидером. Лидеры воспитываются. И это хорошо, что так. Потому что тогда понимаешь, насколько свобода – это очень важный элемент лидерства. Если не веришь в свободу, ты не можешь веровать в лидерство. Невозможно. Как те люди, которые в человеке видят материал чистый. Такие люди, у них будет другое представление лидерства. Это будет манипулирование. Когда в человеке нет характера, а он должен руководить людьми, что он будет делать? Он будет читать книги по психологии. Точно. И он никогда не откроет книги по философии. Потому что философия – это база, это антропология, это вообще что такое человек? Каков смысл человеческой жизни? Это его не интересует. Его интересует только взаимодействие с людьми. Чтобы заставить людей любить тебя или работать для тебя неосознанно. Когда они не могут любить тебя, потому что ты никто. Понимаете, есть способы, есть семинары по манипулированию клиентов и служащих. Но я надеюсь, что вы не будете участвовать в этих мерзких мероприятиях. Продолжение следует...